Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на радио «Болтком». Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Абонент доступен». Я Анна Смирнова и сегодняшний гость немецкий журналист, международник, политолог Александр Рар. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот то, что происходит в Республике Беларусь, мы продолжаем следить за развитием событий. И кто-то сейчас сравнивает события в Беларуси с тем, что происходило на территории Украины. Вы в одном из интервью недавнем своем сказали о том, что у Запада нет такого влияния на Беларусь, как на Украину. Вот могли бы вы пояснить то, что вы говорили? Ну, события в Украине, они были совсем другими, они по-другому развивались. Во-первых, там была очень крупная политически настроена и геополитически настроена толпа людей. Действительно, очень организованная оппозиция, которая требовала уход Украины от России прямо в сторону НАТО и Европейского Союза. Во-вторых, были представители западно-политических кругов, которые тоже митинговали вместе с протестующими на площади Майдан. В-третьих, Беларусь все-таки нельзя забывать. Союзник России в экономическом плане. Беларусь входит в Евразийский экономический союз и военный союз, ОДКБ. А Украина не входила ни в какие союзы с Россией. Она была нейтральным государством. Поэтому в Беларусь вмешиваться Западу будет гораздо труднее, если она это захочет, чем в Украину. Из-за именно союзнических отношений, которые существуют между Минском и Москвой. И потом, все-таки, мне так кажется со стороны, что в Беларуси нет такого большого стремления отодвинуться от России. Экономически Беларусь гораздо более тесно связана с российской экономикой, чем это было украинская. И Беларусь понимает, даже оппозиционеры там понимают, что да, они хотят сотрудничать с Европой и получать там все благи и возможные привилегии тоже в торговле и так далее. Но они понимают разумно, что уйти в Европейский союз в Беларуси невозможно. И поэтому, мне кажется, правильно сейчас оппозиция там тоже ставит. Беларусь говорит, что мы не хотим играть в геополитику. Мы просто хотим справедливости в нашей стране, которую должен обеспечить Лукашенко. Нужны перевыборы. Нужна новая конституция. Вот это все будет происходить. И я вижу, что протесты не такие острые, как в Украине. Они не сходят на нет, но они убавляются все-таки. И Лукашенко не Янукович. Он не будет бежать из страны. Он остается там. Это тоже большая разница. И поэтому я вижу большие разницы. И нужны эти разницы видеть между тем, что было на Майдане и то, что сейчас происходит в центре Минска. Но Лукашенко регулярно говорит о влиянии на протестующих со стороны Польши той же. Вот на ваш взгляд, протесты, они появились естественным путем? То есть недовольные? Да, я думаю, что естественно появились протесты из-за того, что у массы людей сложилось впечатление, что Лукашенко манипулировал выборами. И действительно трудно себе представить, что человек, который 26 лет у власти находится и в принципе уже и совершает определенные ошибки. И каждый раз, когда происходят какие-то столкновения с людьми, с митингующими, принимает жесточайшую силу, которую не принимает ни во Франции, ни в других странах. Там тоже разгоняют демонстрантов, но не такой грубой силой и не сажают так надолго в тюрьмы, как в Беларуси. Вот это тоже разница. И мне кажется, что вот Запад попытался, конечно, где-то, определенные силы в Литве, в Латвии, в Эстонии, в Польше, хотели, конечно, через Твиттер, через фейсбуковские связи, через, может быть, своих друзей или коллег там повлиять на ситуацию. Но мне кажется, это влияние, в отличие от того, что было в Украине, все-таки минимальное. И здесь мы должны говорить о действительно протесте, даже массовом протесте большой части белорусского народа против несправедливости. Я тоже, надо сказать, у них нет политических каких-то экстренных требований. Они просто хотят справедливости и, как минимум, перепроверки, пересчеты голосов. Вот пресс-секретарь президента России, вернее, не пресс-секретарь, а Сергей Лавров, глава МИД, заявлял о том, что в Беларуси находятся 200 экстремистов из Украины, которые управляют протестным движением. Вот как вы оцениваете это заявление, в частности, со стороны России? Ну, может быть, и у России действительно есть какие-то сведения о том, что украинские какие-то провокаторы находятся среди людей. Я это не исключаю, наверное, это так. Вспомним, как сегодня выясняется все больше и больше, что украинские спецслужбы пытались спровоцировать с этой истории группы Вагнера, которую Лукашенко арестовал, когда она приехала из России у себя в Минске. Я думаю, что Украина пыталась там спровоцировать скандал в свою пользу против России. Это да, но мне кажется, что этот скандал не удался. Сегодня Лукашенко твердо заявляет, что на стороне России он будет сейчас сам вводить санкции против Литвы и Латвии, закрывать все пути в Азию. Таким образом будет отрывать Европейский Союз, то есть Прибалтику от шелкового пути в Китай. Это будет больно бить, конечно, по экономикам Прибалтики. Тут уже настоящее противостояние, очень серьезное. Но это показывает, что у Европейского Союза нет таких рычагов на Белоруссию, как было тогда. А заявление Лаврова, да, я могу себе представить, что активисты из Украины там были. Но все равно нельзя закрывать глаза на то, что есть координационный комитет, есть все-таки позиционная группировка. Я слежу за ситуацией, есть люди на улице, которые дают интервью. Многие пришли искренне на эти протесты для того, чтобы оспорить результаты выборов. Я думаю, что у них это право есть, когда они чувствуют, что их прижимают. Несколько из их лидеров сидят в тюрьме, людям не дают высказываться, как они хотят. Все это нормальный европейский процесс, но в то же самое время я думаю, что ситуация в Белоруссии успокаивается. И попыток, может быть, каких-то экстренных сил из рубежа где-то что-то спровоцировать дальше, они будут минимализированы. Ну что касается отношений России и Беларуси, потому что кажется, что они сейчас максимально неясны, учитывая, что Лукашенко как-то заявлял, что перешли отношения с братских на партнерские, так формально, как казалось, может быть. А потом он звонит ему Путин и говорит, ну что же ты молчишь, и Лукашенко ждет от Путина поддержки. Резерв силовиков, о котором говорил Путин, сформирован на случай, если Лукашенко понадобится помощь. Вот как вы их видите сегодня? Ну я вижу, что Россия ведет себя сдержанно, спокойно, она подставляет Лукашенко плечо, но она тоже не хочет из-за Белоруссии напрямую враждовать сейчас Западом. Но мне кажется, что и Россия, и Запад в принципе договорились о невмешательстве в такую страну, как Беларусь, в эти события. И это хорошо, пусть белорусы сами решат, куда им идти. А что касается самого личного Лукашенко, он же совершает постоянно те же самые ходы. Когда Европейский Союз на него слишком давит по правам человека, по вопросам о демократии, он бежит в Россию и требует там защиты. Когда Россия говорит Беларуси, что мы не можем больше настолько субвенционировать вашу экономику, вы должны платить мировые цены. А если не хотите, тогда нужно создавать союзное государство, тогда идите навстречу нам и давайте интегрировать наши экономики более тесно, чтобы на взаимовыгодном основании Лукашенко бежит на Запад и говорит, что его хочет скушать Россия. И так он продолжает такую политику в течение двух десятилетий. И все это уже знают. Поэтому, мне кажется, и в Москве прекрасно понимают, что через полгода, через несколько месяцев Лукашенко может опять пытаться договориться с Западом и отодвинуться от России. Он такой, я бы сказал, политик неуравновешенный в политическом смысле. Но в то же самое время Россия тоже понимает, что, я думаю, это реально, что в принципе сейчас замены ему нет. Не среди оппозиции, которая неорганизована, и даже не среди, может быть, людей в его собственной команде, у которых нет такого политического четкого креда, как у него. Приходится жить с Лукашенко до поры до времени. Но то, что Россия будет выдвигать взамен защиту, которую она представляет Беларусь сейчас, все-таки определенные свои требования и интересы, это бесспорно. Что касается ходов Лукашенко, вот его появление с автоматом в руках, несколько раз уже это случилось. Насколько это политехнический, политехнологический, грамотный ход, на ваш взгляд, учитывая, что действительно протестующие были без оружия в тот момент, а он уже дважды, даже в свой день рождения, он вышел с автоматом? Знаете, я двояко отвечу на ваш вопрос. Вот как европеец, как человек, который пропитан все-таки европейским духом, мне кажется, что в таких сложных ситуациях, которые находятся сейчас в Беларуси, нужно уметь договариваться. Что компромисс это лучше, чем войны, а тем более против собственного населения. Но я тоже, как историк, изучаю ситуацию на Востоке Европы, я хорошо ее знаю, мне кажется. Я понимаю, как там действуют очень многие политики. Бескомпромиссно. Если ты там проявляешь, и Лукашенко такой, он считает, если он проявит минимальный какой-то компромисс, как это сделал Янукович в Украине, то его снимут, то он проиграет. И часть народа от него отвернется, скажет, что ты за слабак такой. Поэтому для вот именно этой части населения, которая хочет видеть своего лидера сильным, бескомпромиссным, он переодевается в военную форму и машет оружием. То есть это его инициатива или кто-то подсказал ему, как думаете? Да, я думаю, у него тоже есть имиджмейкеры, которые вот такой же анализ ему предложили, который я вам сейчас предложил. Ну, что касается санкций, вы уже упомянули, санкции со стороны стран Балтии, Латвии, Литва и Эстонии ввели их в отношении 30 должностных лиц Республики Беларусь, в том числе и в отношении самого Александра Лукашенко. Вот насколько это вообще может быть каким-то образом существенной такой мерой в данном случае, ну дипломатической? Дежавю, дежавю это же уже было несколько раз. Лукашенко фактически, было больше половины своего правления, как президент Беларуси, был невъездным в Европейский Союз и на Запад. Но он пережил это все. А что ему на Западе сейчас? Он, может быть, пытался каким-то образом, когда Россия на него слишком давила, где-то получить какие-то привилегии на Западе экономические. Но он, я думаю, долго не понимал, но сейчас понимает, что да, Запад, Европейский Союз очень интересуются Беларуси и в геополитическом плане, и в плане того, чтобы подключить Беларусь к западным ценностям, ассоциировать его с Европейским Союзом и так далее. Есть такие намерения Европейского Союза, бесспорно. Но Запад хочет Беларусь без Лукашенко, без Лукашенко, а не с ним. И поэтому он, который связывает сейчас, во всяком случае, свою личную судьбу, своих близких, своих окруженных со своей страной, со своей властью, у него сейчас безвыходная уже ситуация. У него только один друг, это Россия. Но персональные санкции, они ведь существенно ни на что не влияют, если так посмотреть на экономическую ситуацию, например. То есть это ничего не изменит. И вы видите, что экономические санкции против Беларуси не были введены, никакие счета не были заморожены, потому что прекрасно госпожа Меркель и Макрон, и во всяком случае, хладнокровно думающие политики и мудро думающие политики на Западе понимают, что любое давление на Беларусь, это приведет к дальнейшему отвержению белорусской власти от европейских ценностей, от Европы и дальше уход в Россию. Что не в интересах, скажем, Запада. Поэтому Запад, я думаю, сам достаточно растерянно смотрит на Беларусь, не видит, что там делать и понимает, с другой стороны, очень хорошо, что там большая часть населения не хочет идти на Запад. У них другие совсем традиции. Они смотрят скорее на Россию и на Евразийский экономический союз, которым они себя чувствуют достаточно комфортно. Экономические связи, я уже сказал. Поэтому, мне кажется, будет так, как есть. Если Лукашенко не будет там вводить жесточайшие какие-то меры, типа расправы с митингующими, наполнять опять тюрьмой, не будет литься много крови в Беларуси, то ситуация успокоится, мне кажется. Ну, не успокоится. Сейчас это говорить невозможно, потому что мы видим эти массовые протесты, они продолжаются. Но, во всяком случае, он пойдет и он будет через церковные институты, через общественные организации, пытаться наладить все-таки диалог с теми людьми, с которыми это можно делать в Беларуси. Я думаю, так их найдется. И тогда ситуация действительно изменится по сравнению с тем, какая она есть сейчас. У нас очень много звонков. Надеюсь, что успеем их принять. Слушаем вас. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Господин Роман, я бы хотела знать ваше мнение не про Белоруссию, а про заявление Меркель по поводу новичка. Вы вообще как-то реагируете на это? В Германии я знаю, какая реакция пресса и журналистов. Ну а как вы думаете, что это произошло вообще? Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Спасибо. Да, спасибо вам. Что касается Алексея Навального, к этой теме мы тоже должны были перейти. Но вот наша радиослушательница опередила события. Вы знаете, эта история действительно очень странная. Тут можно долго очень говорить. Я думаю, у нас временно это не хватит в этой передаче. Значит, что я думаю, или что мне кажется, есть факты. Действительно, в теле Навального немецкие врачи и специалисты обнаружили остатки яда новичка. Яд новичок – это военный яд и применяется в боевых условиях. Фактически, это, как говорится, страшнейшее оружие. Значит, в Германии, я бы сказал так, что дело не в самом Навальном. Навальный российский гражданин. Покушение на него, видимо, происходило где-то в Томске или на аэропорту Томска. У Германии нет возможности это все перепроверить или узнать. С моральной точки зрения Германия и Европейский союз критикуют, сильно критикуют то, что один из главных оппозиционеров в России, тем более человек, который исповедует западные ценности, был подвержен такой атакой. Но санкции за это вводить не будут. Но что, конечно, где Запад будет действовать, как мне кажется сегодня, это по вопросу именно новичка. Потому что новичок относится к оружию, к химическому оружию, которое было запрещено 30 лет тому назад, после окончания Голодной войны. И тот факт, что оно, видимо, еще существует, конечно, настораживает Запад. И Запад хочет не наказывать Россию, как мне кажется, а сначала ввести диалог с экспертами, с политиками в России по поводу того, есть ли вообще и откуда появился этот новичок на территории России. Может, его туда завезли. Но это другой вопрос. Но, во всяком случае, это очень волнует, я бы сказал, не общественность, а западных политиков, уже не с моральной точки зрения, а с чистого такой вопросов война и мир. Ну вот сейчас последняя информация. Уголовное дело об отравлении Навального будет возбуждено, если факт отравления подтвердится, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ну а что может послужить этому подтверждению, опять же, какой критерий подтверждения, пока так же непонятно. Но кажется, что вещества такого боевого класса, они вряд ли есть у обычных граждан. А информация о том, что Навальный был отравлен новичком, скорее дает отсылку все-таки к государственным структурам и их причастности. Как вы думаете, согласны ли вы с этим? Я знаю, что так говорят в Германии, так говорят очень многие в Европе. Я, извините, я тут сомневаюсь в том, что высшие какие-то круги в российской власти решили таким образом сделать покушение на жизнь Навального. Если это бы произошло, они спланировали по-другому. Человека бы не было сегодня в живых. А так, все-таки он заболел в самолете. Самолет разрешили посадить в Омске. Потом ему жизнь спасли русские врачи, а не немецкие врачи. Потом через день ему дали разрешение уехать в Германию. Его вывезли в Германию. Россия содействовала этому на высшем уровне всеми силами. И тем более, что Навальный, ну он же не кандидат в президенты в России. Он же не будет бросать вызов Путину. Он бросает вызов другим людям. Именно всяким мошенникам, коррупционерам, царькам на местах, которых он разоблачает, против которых он ведет там эти самые передачи. И вот там надо смотреть, туда следы будут везти. Я почти уверен. А то, что какой-то богатый бандит в России не имеет денег, конечно имеет денег. Достаточно больших денег, чтобы купить где-то на черном рынке или у какого-то военного завода за большую взятку пару капелек этого несчастного и ужасного новичка. Вот это моя теория. Но она теория, я не могу подтвердить. Что мне кажется важно в этой ситуации сказать следующее. Хорошо, что Песков сделал такое заявление по поводу того, что расследование будет, если будет доказательство. Доказательство пусть Германия, как мне кажется, российской стороне сейчас предоставляет. И поэтому самое умное, самое разумное было бы, если бы из России поехала бы делегация медиков, врачей, экспертов по именно этому оружию, чтобы спокойно сесть с немецкой стороной, посмотреть на немецкие анализы, понять эти анализы, сравнить их с российскими анализами, которые были сделаны в Омске и потом сделать соответственные выводы. И если действительно российская сторона действительно убедится в том, что действительно отравление состоялось, то тогда уголовное дело в России против именно тех людей, которые, по-видимому, совершили это покушение на Навального, будет организовано. Да, тема действительно большая очень, что связано с Алексеем Навальным. Мы продолжаем также следить за развитием событий, но знаем, что вас нужно пораньше отпустить. Вот буквально сейчас вы сказали, что у вас начинается следующий эфир. К сожалению, мы просто позже начали, я думал, жалко. Но давайте встретимся в следующий раз подольше в вашем прекрасном эфире. Да, будем надеяться на следующую встречу. Спасибо вам, политолог, немецкий журналист-международник Александр Рар был с нами сегодня на прямой связи, в программе «Абонент доступен». Благодарим вас. Всего вам доброго. И Анна Свернова, звукорежиссер Евгений Копейн. Спасибо вам и до свидания.